приветствую дорогие друзья подписчики подписчицы зрители за скатер заскочившие на огонек тролли всех мастей ребят что заставило меня сделать вот такую заставку такое небольшое обращение к вам я хочу вам сказать если вы смотрите вот этот ролик на каком-то другом канале на какой-то другой платформе кроме youtube а значит вы спонсируете тех нечистоплотных на руку людей которые открыли канал под моим именем на чужой платформе тот самый бабичев или еще какой-то но ассоциируются с моим именем и которые не являются моими и которые просто включили монетизацию и при малейших затратах усилий рубят деньги понимаете такое происходит со многими блогерами поэтому если человек нахватал 45 блогеров то я думаю вполне живет нормально так что ребят если не хотите их спонсировать приходите на youtube в будущем возможно я открою канал на телеграме но пока я этого не делаю пока есть youtube все мои ролики каждый день здесь выходят в пять утра и практически каждый день так что просто я увидел что количество просмотров относительно количества подписчиков очень сильно упал и я провел расследование небольшое я увидел вернее нашел нашел свои каналы так называемые и в телеграме и в контакте и в дзене несколько штук и в рутубе так что ребят будьте осторожны еще хочу попросить если вдруг кто-то от моего имени начинает начата собирать деньги не ведитесь на это я деньги не собираю или как собираю на мечту я вам это говорю да ну а вот так чтобы откровенно агрессивная ни на что не собираю ни на каких там пингвинов в антарктиде или там срочный сбор на чего-то я этого не делаю не ведитесь на это никаких сборов не провожу поэтому будьте осторожны вот с этим хорошо этот ролик будет выходить вот это вот заставка да я буду выставлять в нескольких роликах ну чтобы как можно больше количество людей узнала об этом так что сразу извиняюсь за доставленное неудобство небольшое косноязычие и в общем приятного просмотра ролика вам всего хорошего всего доброго давайте ребят удачи увидимся на ютубе давайте счастливо какой позор клянусь честное слово мать ли на весь район на весь район я же не знаю лично займусь этим делать это таинственный зенит подлец ничтожный а кстати вы не знаете кто это да нет да ну очень жаль очень жаль подлец подлец аморальный тип просто аморальный тип да ладно я только зашел в чат рулетку ты первый представляешь счастье привалило то я только открыл чат рулетку рассказывай куда ты делся я куда делся добавят меня здесь вашей рулетки ты чё перебазировался в свою в совковую хорошую хорошую рулетку вы не слышали про неё я слышал нет твои орки рассказывали ну так заходите в рулет тв слушайте а то ваши подписчики заходят ко мне пишут комментарии что я от очакова бегаю что-то все такие естественно да а я могу сказать почему ты бегаешь потому что не можешь ответить на простой вопрос скользкий как у жака ничего же не изменилось как как бегал так и бегаешь как не мог ответить так и не можешь я первый раз в эту рулетку зашел за три месяца вот со своего компьютера и почему-то меня еще не забанили удивительно просто так что у вас я да я да я дал команду чтобы тебя не банили да ладно я думаю это даже не в ваших силах давать команду да 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 их ну так что не знаешь что что вот этот майор который вот рулит чат рулеткой он прислушивается к тому что я говорю если вы знаете его одни эту рулетку похерят так же само как они похерили черноморское морское пароходство как они похерили львовский автобусный завод они за кого вы топите чат рулетка это принадлежит гражданину америки ну правильно но почему-то здесь банят российских либо тех о чем риторика не идет в конве с украинцами то есть вы можете высказываться как хотите что хотите можете там даже стоять причиндалами здесь трясти другие не могут их банят постоянно но тебя же не забанили пока не забанили сейчас в любой момент могут забанить поэтому не подумайте что я слился вот мои руки я думаю что ты просто фантазер ну думайте слушать как вы думаете почему здесь не так много вот блогеров скажем с альтернативной позиции не вашей позиции объясню объясню потому что они проигрывают по всем параметрам они боятся туда заходить потому что они проигрывают любой диалог потому что надо выкручиваться фальсифицировать это им надоело а почему вы не заходите в рулет тв потому что мне эту выборки как нету ну как здесь 200 тысяч человек в рулетке одновременно а там 200 выбор разница я правильно ты там потому что это она она твоя российская рулетка не почему российская расширская туда заходят но вы же тоже рашист нет я не раши я-то вот недавно одному израильтянину объяснял что он тоже рашист и вы рашист нет что такое почему я рашист вот скажите что вы вкладываете в определение слова ну конечно с вами одинаковый расшист по-русски разговариваете это раз так и что все кто разговаривает по-русски расшисты а что ваше определение расшист ну-ка скажите покажите мне пальцем ткните пальцем на карте где фа россия сейчас российская федерация недавно видел как в этот президент этого иского образования в парламенте канады хлопал стороннику этого последователю нацизма помните сторонник ну как то кто хлопал кто хлопал в канадском парламенте я знаю говори на забросьте тот за кого вы топите их начальник главных о чем-то я не понимаю да вы серьезно что умеешь по-русски разговаривать или ты уже совсем потерялся в гор спустился какой русский язык вы что мне можно скидку сделать они отдавайте подозрите лучше коси под дурочка может может вам вот это лучше подойдет смотрите вот так вот слушай под дурочка когда ты косишь тебе лучше подходит как что вам лучше подходит чем пытаться я думаю лучше я вот так буду сидеть она вот у чертей она зуд вызывает ты знаешь и то и другое тебе подходит потому что клоуни в той и в другой молодцу все к лицу ты же умеешь только поясничать одна серьезная тема говорить не серьезно давайте обсудим серьезную тему попробуем фашист фашизмом и разобрались правильно кто есть фашист кто нет с вашим разобрались российское государство есть же говорю начальник того государства за которое вы топите хлопал стороннику нацистов не стороннику пол последователю нацистов какому по наском парламенте какому после гунько шминько там с он раньше говори говори конкретно давай не хочет сказать назови кто хлопал кому хлопал за что хлопал сошлись на что-то а просто зеленский хлопал бывшему члену дивизии сс галичина в канадском парламенте его притащили от нафталина отряхнули поставили ему хлопал председатель парламента ему хлопал труда ему хлопал зеленский жена зеленского так вдохновленного сс галичина да что такое сс галичина на этом мы закончили дальше все да на этом твои скопеева дальше тебе не рассказал нет почему не рассказала просто после этого после этого председатель парламента с глубокими извинениями посыпая голову пеплом ушел в отставку а трюдо извинялся и сказал о недопустимости присутствии присутствие нацистов в канадском парламенте да а вот сс галичина чтобы не было я говорю вам а чтобы не постфактум скобеева тебе не постфактум премьер канады просил прощение у евреев у поляков и вообще у международного сообщества скобеева тебе не все объяснила что объяснила ты повторяешь причем здесь скобеева я же не скобееву а кто кто соловьев вы знаете я вот премьера канады в оригинале даже такое что такое сс галичина сам факт вы объясните вот что такое сс галичина объясните трудо а то он тоже не знает он бы тоже он бы тоже отмазывался что сс галичина это к занимаю не фашисты да просто слушай ладно что вы осуждаете рассказывать как ты относишься к тому что сын кадырова который избил в тюрьме последствия последствия на камеру отец его за это позаснимал это так мало того что отец ему дал героя чечни за это его суд не осудил и никого не судил за это практически это преступление вот мало того его еще за это я слышал я слышал я слышал в эту число глава татарстана вручил ему я слышал это я слышал это слой еще а еще глава карачаева черкесии тоже вручил какой-то медаль там и очень государственную награду как так этого не как это внутренние дела россия в это не лезут ты не лезешь а соседа далее что внутренние дела украины я деньги за это плачу кому как кому как кому мои налоги идут туда сейчас вот ко мне обратился опять мой президент недавно совсем и горь надо помочь еще 60 миллиардов поэтому я вполне могу спросить что ты поддерживаешь ну в принципе я не поддерживаю но то что ответил скажем новый избранный председатель не председатель спикер парламента или конгресса да он сказал ребята мы будем долго думать по этому поводу а как ты думаешь он продолжит помощь украине будут думать понимаете тут же как дорога ложка к обеду а тут и надеешься что ты надеюсь что они начнут менять мнение конечно слушай все значимые лица включая президента байдена до соответственно ну и и по всем по всем его советникам там и так далее уже давным-давно сказали что украину мы не бросим про никогда да то есть мы будем помогать ей пока последняя нога рашистского оккупанта которых ты поддерживаешь не будет изгнана с территорию а если вот давайте предположим вот давайте вот предположим ваш вариант последняя нога как вы сказали рашистского оккупанта вы любите эти эпитеты я ведь я употребляю эпитеты но вы ладно хотя они ваши бывшие сограждане ну и такое дело так вот даже вот вот последняя нога покинула да предположим да вот такой вот вот проснулись и покинула да да нет не проснулись выгонят всех каню да 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 и вот вместе с людьми потому что и люди уйдут тоже вместе с ними короче оккупанты а оккупантов вместе с людьми ну это ты правильно то есть и оккупантов за людей не считаешь я с тобой с ними я имею ввиду люди мирные люди населяют люди которые поддерживают поддерживают рашку они тоже в итоге в итоге теперь давайте не прерывайте мне дать я закончу в итоге остается пустая разрушенная территория где ну откуда они уйдут где в крыму какая пустая ну пустая разу везде вот везде откуда они уйдут кстати я сказал что это был а кто сказал что так не будет почему вы не предполагаете почему а почему она станет разрушена но они могут сказать окей хорошо не достать не доставайся же ты никому кто может ну как вы какие у кого вы там назвали эпитетами а рашист а мы любите зря мы кстати вот эти эпитеты используя потом они они могут взорвать да и и вот давайте предположим да вот это случилось то что вы говорите да ну мы противного до идем теперь приходят туда хлопцы гарный все хорошо посмотрели мы победили все нормально дальше что все последняя нога оккупанта покинула и америка перестала помогать и будет я думаю будет что-то типа плана маршала как было с германией и германия после плана маршала если знаешь на сегодня является локомотивом европейской экономики номер один страна в его не путайте ментальность ментальность немцев и ментальность не немцем скажем так я красиво я я я я согласен это раз в определенной степени я с этим зеленый вы должны быть смеется вас нет в определенных это раз в определенное второе то есть так быстро я согласен ну как как германия украина не сможет достичь таких экономических высот без тем что украина еще довольно совковое государство и там много и коррупции там и так далее тут я соглашусь за 30 лет не избавились до вышло 30 лет никто не избавлялся как 9 лет только 9 только лет как украина начала избавляться от вашего наследия у них же у них же история началась в четырнадцатом году я то совсем да был блин до этого да да у свободной украины история а следующий президент придет история снова начнется нет нет конечно украина стала на стезю демократического развития и я я надеюсь и практически уверен что она с этой стези уже не свернет народ не даст неважно кто придет следующим президентом еще там каким-то какой народ который сейчас не выпускают с украины этот народ украинские народа по законам военного времени по законам военного времени а вы слышали вот там этого верхов трех не позже я позже я за я закончу не народ не выпуск а кто а только мужчин призывного возраста чем про зачем ты врешь прекрасно ездят и женщины и дети и люди старше призывного мужчины призывного возраста уже не люди да нет они люди но по законам военного времени они не имеют права выезжать за границу без специальных разрешений а то есть ограничена свобода ограничена свобода выезда за границу для мужчин призывного возраста потенциальными защитниками своей страны в которой сейчас идет агрессивная война со стороны россии почему не объявлена война а для чего почему не объявлена война ну если вступают в действие законы военного времени почему не объявлена война кстати почему законны по законно военном времени не делая почему советский союз мне почему по законам совет военного времени не действуют на той территории кто не действует ну государство кто тебе сказал я говорю что конкретно и террором экономика не переведена на военное русло полностью не прекращена торга откуда ты знаешь ну я знаю поверьте мне не про это bunkus не мобилизации полной всеобщей мобилизации нету этого не есть нету и нету и она продолжается вялотекущая украина набирает столько людей сколько нужно потому что всеобщая мобилизация всеобщая что такое всеобщая мобилизация это когда мобилизует все для того чтобы мобилизовать большее количество людей чем военкоматы могут себе позволить площадь размещения места подготовок и так далее и так далее даже в рашке даже в рашке хотели бы набрать больше могу даже в рашке хотели бы набрать больше людей но когда набрали 350 тысяч на которых свинарниках там и под открытым небом они ночевали осенью глубокой уже в морозы и так далее нету мощностей где этих людей держать плюс второе не нечем их вооружать и третье украине достаточно сегодня количество защитников вооруженных достаточно для того чтобы сдерживать вашу агрессию и еще успешно вас потихонечку вытеснять номер один давайте определимся немножко вы наверно немножко путаетесь номер один я не хочу чтобы вы склоняли название других государств на тот лад который вам нужно потому что я не склоняю государства я не склоняю название государства это номер один номер два вы ваша вам вас это тоже оставьте я являюсь гражданином соединенных штатов америки так же как и вы поэтому вот ваши вот это склонение приписывание и все остальное это тоже оставьте вот знаете как ты же поддерживай вашей подписать оставьте вот знаете же поддерживаешь раз я за мир это раз теперь я сейчас немножко тоже с козырьков зайду если идет война идут боевые действия почему не идет борьба с коррупцией по законам военного времени почему продолжают воровать почему наше государство знает что там воруют и больше еще денег туда вкачивает почему нет не надо соглашаться я спрашиваю почему я не спрашиваю вашего я готов ответить давайте давайте абсолютно согласен идет воровство коррупция это совковое наследие не надо мне сам подать стоп стоп подожди я я я тебе не закончил я не хочу совковое наследие слушать прошло 30 лет украина 30 лет могла все изменить не могла за 30 могла за последние девять это расистское наследие хорошо давай так назовем это расистское наследие в украине там есть часть населения которая рашку до сих пор поддерживает вы можете нормальным языком разговаривать потому что мне потом это либо придется запикивать либо мне пофигу не 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 тогда лишь тогда я переключусь понимать мне это неинтересно тогда вывод так я я не сомневаюсь и пить это все что прошу говорите нормально не хотите вот так говорите пип-пип я нормально запикивать вместо я называю вещи свои не надо назвать нету таких имен своими кто называет такими именами кроме 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 вас и упора наследие совковая которая осталась в украине к сожалению она жива это правда есть и коррупция и так далее и более того наверняка наверняка я уверен что идет воровство и из помощи которую выделяет моя страна америка моя страна выделяет на мои налоги украинская моя страна я ваша да не твоя конечно не достоин жизни в этой стране ты же топишь за рашку вы кто такой чтобы считать вы кто такой чтобы указ кто достоин кто не даст вы кто вы кем себя огнили я гордор низкая вам камнифа калифорнийская солнышко головку перегрело или что граждане на этой стране правильно и я тоже граждан а ты достойте ты не дошли насчет достоинства будете поймайте кого-нибудь и будете ему втирать хорошо по поводу достоинства нет а поэтому держитесь немножко держите себя в руках под 500 оценят не переживайте а так вот так вот есть инспекции американские да потому что прошел и туда слушок там в америку в структуры которые поставляют помощь непосредственно в украину и если ты помнишь целые комиссии приезжали американские были назначены кураторы отраслей и так далее вот и кураторы эти особых каких-то каких-то этих самых случаях воровства конкретного что-то не обнаружили зачем вы жёте хорошо назови какие случаях обнаружили американские соединенных штатах с каждого утюга кричат о коррупции на украине где есть случаи расследованные с каждого утюга американцы кричат о коррупции кстати кстати вот те ребята заявили что с помощью идущий сша мы не воруем мы воруем с тех налогов которые мы собираем вот так такое было заявление вот вот совершенно верно так вот не воруется подожди я не противоречу это у вас логики нет ваша подписота это может сказал ты сказал что воруют из нашей помощи из американской и тут же ты говоришь что не воруют это вот вот этот нарратив для полнейших идиотов потому что если бы они не воровали с налоговых поступлений возможно не нужна была бы наша помощь поэтому воруя оттуда считайте что они воруют у нас понятно я объяснил давай давай возьмем на веру то что ты сказал хотя нет никаких доказательств ну ладно что ты большой балабол это все знают возьмем даже это возьмем даже это если даже взять это на веру если даже взять это на веру то к сожалению у цивилизованного мира и во главе конечно же с америкой нету другого пути как сделать так чтобы рашка была выброшена и оккупанты российские что были выброшены за пределы украины сожалению нет другого пути до воруют возможно даже скорее всего что я даже в этом не сомневаюсь каких масштабах это уже другой другой разговор но другого пути нет и для цивилизованного мира намного сейчас важнее победить рашизм он же российским чем прекратить поставки украине и дать рашки завоевать и стереть с лица земли целое государство что является целью вот или захватнической войны могу я сказать да конечно вы видите сейчас а вы вы сказали что америка с этим даст как его с украиной помогать всем чем может так я правильно вас понял то есть америка до конца с украиной соединенные штаты до конца с украиной пока там последний каблук последнего там этого не выйдут оттуда это заявление байдена и других помогаем помогать из других первых лиц государства помогаем всем можем и будем помогать до конца правильно нет не всем чем можем сожалению мало мало помогаем но америка сказал что будет помогать не бросит помогать до тех пор пока расистики не уберутся стиль понял я ну вы я так понял от эпитетов избавляться не будете ну ладно так не вот сейчас происходит конфликт на ближнем востоке довольно таки серьезный конфликт назревает между израилем и палестиной так вот соединенные штаты следуя дружеским отношениям и сотрудническим как отношениям с израилем выслали туда 2 они авианесущие группы то есть одна уже там вторая на подходе морские пехотин пехотинцы в количестве по моему 4 тысяч человек системы пво патриот и еще там несколько талави не помню какие еще то есть поставили все что надо в кратчайшие сроки в течение недели теперь объясните мне почему такие поставки не идут объясняю давать легко объясняю давать значит израиль очень маленькая хоть и хорошо вооруженная но малюсенькая по территории ну относительно конечно государства плотно населенные людьми и небольшое по численности на самом деле она окружена огромным анклавом громадных по территории и по численности населения стран которые считают что государство израиль не должно существовать это как минимум 5-6 стран теоретически могут могли бы да могли бы и скажем так уже и навряд ли могут одновременно со всех сторон напасть на израиль то есть в этом случае израилю бы пришлось наверно хуже чем украине и причем может быть даже намного хуже чем украине именно поэтому для того чтобы не дать этому случиться америка не вмешиваясь выслала ты правильно сказал две авианесущие группы более того одна авианесущая группа уже успешно сбила там несколько ракет летевших я не помню из какой страны уже уже на израиль летели из какой-то третьей страны ракеты и пво вот этих авианесущих групп уже успешно их разбивала и дала понять ребята вы только сунетесь и на этом все закончится для страны для целой коллективный военный потенциал этих государств ближнего востока равен потенциалу российской федерации военный потенциал конечно я думаю что у них выше военный потенциал чем россии а то есть у них выше военный потенциал я думаю что даже несмотря на отсутствие если не считать ядерное да то есть украине так не помогают как помогли израилю кто тебе сказал что украина не так важно ну как я же вижу я что слепой что ли скажите сколько сколько f16 соединенные штаты планируют дать украине ну насколько я слышал ходят разные слухи во первых это засекреченные данные вот на слухи ходят разные говорят от 50 до 200 вот это цикл планирую дать от 50 до 200 причем это не обязательно будут соединенные штаты ли я конкретный вопрос я не закончил ответ значит смотри я понял твой вопрос я уже задавайте на мой вопрос на мой следующий руками других стран это сша дают и объясню почему бабичек не перебивай тебя выключать выкручать уйду ну тогда не перебивай меня 50 прилично ты же умеешь вести себя прилично 50 прилично моем присутствии да ты вообще должен стоять по стойке смирно честь а такая честь какое какое звание какое звание слушай армейское звание какой у вас у меня я офицер прошлом прошлом офицер какой заброс какая разница но мне интересно офицер мы сейчас не об этом говорить я не хочу говорить на личные темы служил я сержантом ты знаешь 76 псковской воздушно-десантной дивизии все солнце я суть и даже главком пыслица бывает но по ситуации что же мы за этого последний долг родине не отдавать твой позор на недуг мы в подвиг определим пошлем десантники там ты еще и сраться начнешь а теперь всех на распределительный пункт чао буратино можете даже писать мне письма до востребования меня зовут себастьян перейро торговец черным деревом а когда я университет закончил обучил звание офицера и потом она еще была повышена какая те раз я тоже я был старшим сержантом в армии после после окончания учебного заведения лейтенант запасе и что что ты там по поварешка эти самые драйвил котлы блин наводчик артиллерии какой артиллерии командир отделения разведки взвод управления артиллерии какой артиллерии 120 120 миллиметровые сани сани это что соу миномет что такое миномет 120 миллиметровые минометы сани сто нас и миллиметровые ну хорошо я рада тебя так вот поварешкой тоже крутил да так вот рассказываю вы видите что я не опустил я же не сказал что вы армаролом колеса натирали ногу я служил я служил в парашютно-десантной роте и что имени такой абсолютно легендарной имени героя советского союза и так далее поэтому ты даже не примазывайся как вы докатились до такой жизни ты службы не видел блин так как я ее видел да ладно брось сейчас будем мериться яйцами да чё там мериться ты ты слабый отвечаю тебе на твой вопрос очень большое количество вооружения которое передают третьи страны свое устаревшие в кавычках возьмем вооружение по сравнению с советским которая в россии она современная свое устаревшие типа f16 они передают украине а взамен получают например f35 можно ли сказать что это дания передаст да там или там другая страна да можно сказать если напрямую а опосредованно америка дает f35 и в какую-то страну или там другое вооружение а это вооружение уже идет в украину поэтому америка задействована как бы во всех этих поставках поэтому твой вопрос поставлен так хитровато но ты же понимаешь а у америки нету смешка обделал в америке нету своих f16 есть но это не является сейчас основным самолетом ну тем более почему бы не отдать объясню почему не потому что в америке подожди ты же не даешь ответить в америке огромное количество учебных баз на f16 учатся летать летчики f16 продаются в другие страны до сих пор вот сколько f16 их в америке я не знаю и ты не знаешь понимаешь ты этого не знаешь он уже не является основным боевым самолетом в америке причем давненько потому что это самолет ты же знаешь 4 плюс поколение а в америке уже давно хотите узнать сколько в соединенных штатах f16 давай давай расскажи конечно 936 ну и что ну так это что на всю страну это это много или мало они задействованы они задействованы по частям на них учиться летать на них отрабатывают боевые задачи более того на боевом дежурстве f16 хоть он не является основным самолетом они еще стоят на они стоят еще на вооружение в америке то есть да не свои ты выдаешь желаемое за действительно да откуда я сушь не естественно я поварешкой в арбии крутил каш совершенно давай время тебе тебе тюбетейку уже одевать давай поржем над этой поржали над пилоткой давайте битейку не зачем я буду в пилотке сидит она как раз таки вот а можешь поверх пилотки а нет поверх тюбетейки пилотку не зачем вам я вам сделать и нос и нос красный наклеить в общем в общем а почему только 10 абрамсов далее во первых не 10 от 31 но сейчас пока 10 нет я слышал я слышал что уже все абрамсы находятся на территории украины и гугл и абрамс tanks in united states хотите знать сколько танков абрамс абсолютно меня не интересует но чтобы дали дали 31 ну что примерно представлять на них даже все учатся кататься да я думаю много примерно бросьте цифру понять не имею меня вообще это мало и бросьте цифру любую вообще не интересует 4 800 и что они соединенные штаты у них четыреста четыре четыреста до и 400 штук в морских пехотинцев она на 31 ну ну значит кто-то не хочет очень быстро победит россию даме не слушай то что ты сейчас говоришь что соединенные штаты кстати и европу тоже куда включен должны давать намного больше вооружения украине я с тобой блин просто двумя руками соглашему не дали надо эту эту падаль российскую воздержитесь воздержитесь от эпитетов сейчас другой вопрос почему не дали надо их уничтожать а даже как можно больше не торопитесь видите себя в руках держите почему не дают вот это вопрос хороший вопрос у меня нет четкого спросите у спросите у нэнси там она же у вас если бы я мог ее спросить во первых она сама не знает как не знаю так она не знаю она должна нет ни они она же выписывает сколько выдавать вот теперь вот задайте теперь а себе вопрос почему не дают почему дают помощь норме потому что да потому что помимо абрамса есть еще сотни других наименований если не тысячи я могу я который дает google который дает что хотите как америка так и европа опосредованно тоже или скажем так европа и америка это посредина и через европу а как может изменить боевую ситуацию на поле боя 31 абрамс на тысячу километров фронта на тысячу километров навряд ли но в каком-то сражении в одном в одном с одной и что на одном направлении он может шороха навести хорошего но это не главное главное чтобы подожди я начал отвечать ты меня передавать бабич 50 прилично значит смотри главное это то что украинские воины учатся уже там большая их часть научилась пользоваться абрамсами или хаби на начало если ты помнишь не давали в хаймарсе не давали это самое таком а сейчас смотри это дали и это дали и дадут еще танкам столько сколько нужно будет все впереди и дадут и дадут эти самые блин которые на 300 километров бьют и и f16 ты же знаешь уже учатся пилоты вовсю вот и все все дается потихоньку и сказали вы сказали все впереди насколько впереди ну если мы говорим об f16 то по всем данным они придут весной прошлого следующего то есть я не сомневаюсь в героизме украинских солдат я не сомневаюсь многие из них действительно геройски защищают как они считают свою родину я в этом не сомневаться даже как они считают и так не считаешь вы знаете что такое ощущение что вот те которые на фронте они живут одной жизни те которые там у власти они живут абсолютно другой жизнью соглашусь поэтому я и говорю как они считают потому что даже те которые власть придержащие они живут другой жизнью считают немножко по-другому абсолютно согласен так вот зачем тогда вы меня прерываете опять же не прерывая с тобой я говорю я тебя подбадриваю да не надо меня подбадривать вы что я же как не на старший сержант значит лишь как 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 лошадка знаешь не переживайте все нормально все нормально хвост опустишь нос опустишь и я себя чуть-чуть подталкиваю не да с вами прикольно весело если вот ваши дети эпитеты левые так нормальный человек был бы слушать так в общем если бы соединенные штаты или европа ну будем брать соединенные штаты хотели бы быстрой и скорой победы украины но все бы участвовали в этой как вы называете великой войне и помогали бы не просто все чем могли а даже давали бы больше они давали бы да у меня есть версия я закончу я закончу я закончу я я готов ответить это не вопрос был это statement и меня не интересует твой стоит я понял твою мысль я ее готов тебе дать ответ давать почему так происходит смотри объясняю тебе ну как это это моя версия один из там многих возможных вариантов но я считаю что она имеет право на существовать я считаю ее довольно достоверной почему медленно запад в первую очередь сша конечно то есть мы с тобой с наших налогов помогаем украине избавляться от фашизма классно да я горжусь этим а ты кстати я нет а ты ты не гордись тем что с фашизмом боишься я я я что-то не удивлю по поводу фашизма я уже вам сказать продолжай по поводу фашизма я сказал вам вначале я понял продолжаю дальше продолжаю так вот почему дает медленно потому что россия хотим мы этого или нет она имеет ядерное оружие которое занимает второе место в мире по мощности по количеству там неважно в каком состоянии нет второго количеству неважно а нет по количеству может быть первое ну по качеству там и по состоянию я думаю что да даже даже не второе наверное не проверить но подожди ну не выпрыгивая смотри и и рисковать и проверять это никто не хочет потому что в америке в европе люди которые далеки от войны они привыкли ты сам живешь в нормальной цивилизованной среде демократической а другим ты желаешь жить в дерьме понимаешь и в войне вот в этом и заключается твою лицемерие и под где кому я желаю этого кому я пожелал это зачем вы указываете зачем вы вкладываете мне потому что топишь за рашку не подождите так бросьте свои эпитеты живу еще раз я я же не закончил мой ответ чего тогда бросьте эпитеты давайте говорит о лесах вот этих кто за кого-то так вот самом начале когда если ты помнишь путин еще до возвращаемся к моему же росу вопрос почему я же отвечаю на давать я же отвечаю еще до широкомасштабного этого самого вторжения путин там за несколько месяцев говорил мы сейчас сделаем такое если кто-то посмеет общем начал чертить красные линии чертил он их чертил 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 сейчас эти красные не уже все пересекли давным давно и ничего не происходит того что путин с пеной у рта также киселев соловьев скобеева и прочая шваль которую ты поддерживаешь обещали ничего не происходит и не произойдет потому что запад дает потихоньку лягушку варят она начали в холодной водичке плавает потом в теплой думать теплой не очень приятно ладно бог с ним она ужасуется горячий ладно ничего еще горячее а потом когда закипит а сил то уже вырваться и нету и все и обосрется твоя россия со своим ядерным оружием в результате когда будет истощена полностью в военном плане и экономически вот я думаю что это и есть основная я понял я понял вы сейчас вы сейчас ляпнули полнейшую несусветную глупость теперь у меня второй вопрос это вот то что вы сказали то полнейшая несусветная глупость потому что ослабление россии пока не видно и даже перспективе но и да у меня вопрос другой почему когда наш президент обратившись к народу пусть к нам ко мне тоже и квадок путин что ли нет наш при про каком президент наш президент байдена ты называешь свои президенты у меня вообще-то обрадовало что вывод наконец-то осознали кто ваш президент это конечно неплохо вспомнили назвал свои президентом это меня как-то коробец ну ладно подождите формально он президент я за него не голосовал но мой президент ну что сделала демократия такая так вот он заявил что надо помогать украине вот это вот эти деньги дать 60 там с лишним миллиардов потому что это хорошая инвестиция и будущие поколения американцев получат с этого хорошие дивиденды то есть рассматривает это государство как инвестицию с которой потом получить дивиденд не рассматривает а то что вы мне здесь кучу наляпали свобода победить рашку и все-все-все остальное прежде всего инвестиции одно другому не мешает не 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 подождите могу тебе ответить вопрос под я еще не задал вопрос а я понял вопрос почему почему вопрос не звучал что мы за свободный мир мы спасаем европу мы должны это сделать мы должны спасти украину а вопрос а комментарий звучал именно так что ребята нам выгодно туда вложить день давайте поставим на zero можно отвечать давайте отвечать давайте значит то что мы за свободный мир то что мы за демократию то что мы против российского и так далее звучало уже миллион раз но в сухом итоге я соглашусь байденом что помощь украине и не только от америки но это европы это инвестиция в будущее причем в свое будущее я хочу чтобы мои дети здесь в америка жили спокойно зная что там страна не будет распространять свои коричневые красно-коричневые щупальца дальше на европу и потом не докатится это и до америки в том числе вот в чем заключается огромные инвестиции и вот он заключается дивиденды которые все люди свободного демократического мира будут получать от вложений в войну против рашки то есть из ваших слов жизнь военнослужащих украинцев которые находятся там на театре боевых действий не сильно интересует главной инвестиции правильно воспользоваться конечно интересует если бы она не интересовала как раз не было никаких вложений денежных вам бы дали вашим расистом дали бы уже убить украины покойтесь уже защитник успокойтесь кстати у меня еще один вопрос они дают не дают не постоянно помогает недавно недавно слышал спасибо недавно слышал заявление двух европейских стран пока двух это швейцария и норвегия по моему они предлагают платить деньги украинцам пожелавшим покинуть территорию государства то есть там швейцария по моему дает от 1000 до 4000 и норвегия по моему что-то в районе тысяча пятьдесят тысяча тонна человек в месяц не 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 одноразовая чтобы сел и уехал короче уезжать куда силу и ну откуда я знаю спросите власти норвегии если не знаешь что ты билишку это и для чего вы сейчас прикидываетесь я не думаю что вы вот настолько вот ну не информированы давай 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 дай мне ссылочку весь свой прочитаем выясним и зрителям нашим объясним что имелось можете сейчас сейчас просто накидываешь какую-то мы же договорились считать это за аксиому сам нет когда мы считаем это за аксиома мы считаем это за аксиома норвегии но не все твои слова вычитает норвегия и швейцария как вы думаете как вы думаете почему я сказал именно норвегия и швейцария не сказал польша венгрии или еще кто искал норвегия и швейцария именно две эти страны почему почему потому что потому что у меня информация о них это 1 2 2 как объяснить отказ словакии и польши поставлять оружие на украину когда польша отказалась поставлять оружие в украину после вот этого вот канадском парламенте давай покажи мне где больше отказалась хорошо мы не принимаем как же мне постановление вам будет домашняя работа зачем ты в реваке только что пример за чем новый пример словакии только что словакия согласен с собой словакия к сожалению начинает следовать в кильватере венгрии и там на самом деле такие скажем так ну пророссийские и где-то антиукраинские веяния появляются я с тобой соглашусь что вдруг случилось почему так начали европа начала менять свое мнение почему о европа не начала менять свое мнение просто когда к власти приходят к сожалению в европе очень много купленных расистами людей власти подожди стоп власти первое лицо я не закончил это если ты знаешь виктор орбан лучший друг куда он купленный блин лучше друг путина да дальше что да к купленный конкретно за бабки кто его в расистами кто его выбрал уже много-много людей темных вот таких как ты а то есть вы сейчас обозвали венгерский народ сделавшись свою свою которые выбрали пророссийского президента я назвал их то же самое произошло в словакии темными то же самое если выбирают словакии пророссийского президента эти люди не думают о будущем а вы свет в своем будущем о своем будущем и светлый шовинизм батенька какое-то еще вопрос польша в трудный момент для украины запретила ввоз сельхозпродукции из украины а сельхозпродукции это вот сейчас главное что может украина экспортировать вообще по миру когда она запретила возьмите как аксиома а ну понятно да все это я в основании почему она запретила ты меня слышно каком основании я вам скажу на каком основании на основании того что польша поддерживает своих сельхозпроизводителей когда слышать воды не знаешь где он ну вы правы тогда давайте возьмем что вы правы я держу вас с вами что будет мы же решили считать то что я говорю это аксиома нет нет ты ошибаешься вы вообще ничего не знаете вы знаешь тебя уже я же тебя уже разочаровал владимир аксиомой я договорился считать лишь одно твое балабольство которое мы взяли просто давай возьмем вода веру и обсудим а после этого твоих балаболь владимир 10 других давайте давайте вот аксиом или я их не принимаю за аксиом я понял мы долго разговариваем теперь подведем сухой остаток давай по поводу хлопания нацистам в канадском парламенте вы ничего не знаете ты ничего мне не рассказал реально вы не знаете я вам не должен рассказать надо новости смотри а ты не должен вы ничего не знаете по поводу остановки поставки вооружения польши и словакии вы тоже ничего не знаете какого вооружения остановки ты врешь больше не говорила что она перестала перестала что она перестала это мы и говорю что вы это тоже не знаете зачем ты балаболе количество и балабол танков и самолетов f16 а ты знаешь что путин умер или вы тоже не знаете конечно ваши новости об этом только и говорю вот то есть ты знаешь ты рад что я нет я вообще не радуюсь смерти людей не дай бог ну ты в курсе что путин я в курсе что новостные агентства украины я в курсе что некоторые балаболы вот такую херню как ты имели когда мы разойдемся вы смотрите да и ты посмотришь путин умер или нет то я знаю что не умер откуда ты знаешь что он не умер домашнее задание посмотри праве решили ты даже не знаешь что путину правильно ты же этого не знаешь вы сейчас говорите такую вещь когда я сейчас я сейчас повторяю я сейчас повторяю твои слова скажите мне пожалуйста насколько какую-то херню давайте а давайте теперь вот отстрагируемся от того ну я уже перечислил что вы не знаете то есть вам домашнее хорошо да и если жизнь на вас не я тоже не знаю так вот смотрите сюда давайте вот так вот ваше мнение ваше мнение чем закончится все 10 только без хотела объективная объективная реальность ваше мнение без всяких вот чем закончится война между синий тройной и на трогается этот боевой конфликт который сейчас происходит между двумя близкими по духу государства близкими народа бывшими были близкими по духу чем закончится чем закончится он закончится изгнанием земли украины включая естественно крым и донбасс и дальше россия естественно будет продолжать бомбить я думаю что будут введены миротворческие силы на линию разграничения для того чтобы расшисты не сильно могли использовать свой немаленький военный потенциал вот но это в том случае пока путин будет же когда путь вот если он уже не вы эти без эпитетов говорите ли мне не поводу путина не могу не по поводу путина не могу надо и пить и на носите ты не надо и пить это не пить я же назвал я же вам я не назвал путин вы извините пожалуйста вы тупите на глазах звук убрал звук убрал нет не делай круглые глаза не так вот как только путь россия начнет распадаться и тогда не понадобится даже я думаю миротворцы не понадобится линия разграничения то есть спокойненько россия будет спокойненько платить репарации украине единственное что если она распадется на части там с этим сложнее будет потому что каждая страна скажет я не являюсь преемником этой вражки поэтому нахер мне это надо вот ну тогда из замороженных активов где треть триллиона долларов сейчас российских заморожено эти деньги пойдут на репарации украине вот этим и закончится а ты как считаешь сколько денег заберут те кто сейчас помогает и даже я вот с вами даже соглашусь если вот эти деньги конечно это беспрецедентный шаг будет даже если эти деньги конфискуют хотя мы если бы хотели давно конфисковали но боятся даже если день эти деньги я закончу я закончу даже если эти даже если эти деньги конфискуют они не боятся 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 не про боялись бы давно забрали заморозили но без нас соблюдают зачем вы говорите вместе со мной закон я тебе отвечаю если бы хотели забрать забрали бы а так не отвечать визжать закон для этого же закон серьезно хочу не придумают закон потому что я тебе объясню потому что по понятиям живет только рашка твоя любимая то вы нас цивилизованный мир не живет по понятиям он живет по закону плохие законы хорошие он живет по закону так вот так вот когда если даже предположим эти деньги захотят забрать прежде чем чего-то дойдет до украины каждый заберет свою долю сколько он в эту украину вложил сколько дойдет до украины кто тебе это сказал а это твои хотелки влажные ты сейчас выставляешь на озвучивать я ладно владимир я вот удивляюсь вас вроде столько времени прошло вы как-то ну как сказать деградируете что ли ну честно даже не знаю что делать ну сейчас пойду сейчас пойду плакать не не плакать может попробуйте голову пеплом посыпать я знаю я не курю где просто даже информация как камень камень я давно не разжигал даже информационного не подкованы понимаете мне стыдно вот вы взялись за одну тему там сына кадырова все вы вы как-то не подкованы в общем что происходит в мире ну мне стыдно за вас видишь а по поводу сына кадырова это мне за вас мне за вас стыдно и по поводу сына кадырова так не будет сын кадырова с кадыровым разбирается причем здесь вот это здесь геополитика идет они сын кадыровом кадыров ближе чем то что в мире происходит как ты относишься к тому я никогда дешусь не как лал большой прибор на абсолютно никак я не являюсь гражданином российской федерации думают защищает собой я защищаю я вот давайте посчитаем сколько раз вы упомянули россию бога вашего хорошо хорошо сколько раз давай я не упомянул ни разу и выдай его хоть раз в жизни выбирали чем отчасти не будь не будь таким стеклян не обращайте внимания на мелочи мысли это мелочь давайте обалдеть слушайте это тарахтело ни о чем просто тарахтело вот эти вот эмоции эмоции рашка рашка это 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 вот меня этим оскорбит но выглядит вообще как маленький ребенок слушайте как маленький ребенок я этот ролик выставлю извините меня пожалуйста дорогие подписчики его не выставляю потому что там хочу чтобы вам было плохо посмотрите 10 минут и нафиг и переключите на конец это я выставляю потому что его подписота начнет скулить что я бегаю от очакова вот то что я сказал я от него не бегу вот этот вот ролик пожалуйста вот трибют тому что я не бегаю а то что он деградирует ребята ну тут на лицо то не знает это не знает это не знает то не знает а вот сын кадырова ну серьезно это самое важное что происходит на этой планете нормально клоун просто надо спасать человека так стоит вопрос честно вы понимаете на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи какая-то украденная невеста он львется время кого-то спасать просто по-моему не рассудка честно ясно дали рюм тремас белая горячка да белый горячий совсем белый вы не волнуйтесь через три дня поставим на но не торопиться не надо